Чемпионы 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 В федеральных кругах, на Россию, то, конечно, мы уже ездим за счет, ну, как сказать, федеральных денег. А вот чтобы их накатать, чтобы их натренировать, чтобы они были более уверены, их надо возить. Чаще всего они ездят в Хабаровск, ну, и здесь, по Забайкальскому краю, и всегда первые места занимаем все. Конечно, это полностью заслуга наших тренировок. В любом случае, они с ними занимаются, они не дают им скучать, так скажем. Ну, то есть они у нас прям молодцы, все дети наши. Расскажите о вашем ребенке, как он меняется, занимаясь, какие черты характера у него может появляться, он же растет, занимается? Ну, конечно, он, да, растет мужчиной настоящим в первую очередь, он, черты у него проявляются. Ну, конечно, он стал более активный, более физически развитый, то есть медали его очень сильно мотивируют. Ну, и, конечно, когда проигрывают, очень расстраиваются. Поддерживаете? Конечно, поддерживаете. Что говорите им, когда проигрывают? Ну, что все еще впереди, этих медалей будет очень много еще. Не хулиганит из-за борьбы то, что там? Не дадут ему хулиганить. Никто не даст хулиганить, они знают. У нас дисциплина в любом случае, у наших детей дисциплина в первую очередь. Пока здесь занимается малышня, старшая группа, прямо в коридоре, в школе, выполняет физические упражнения. Каким видите вот будущее этих ребят дальше? Ну, если все так же будет, будут пахать, будут тренироваться, я думаю, что перспектива есть. Есть ребята, которые можно потом будет дальше отдавать пилотам в другое место, чтобы они там уже росли. Расскажите о своих воспитанниках, вот кого можно ответить? Ну, самый лучший воспитанник. Воспитников много, но сам, конечно, лучший это Виктор Ведельников, который сейчас борется в Новосибирске, за Новосибирск. Это Станислав Зайцев, который тоже борется за Новосибирск. Уезжает, да? Уезжает, потому что здесь нереально. Там армия, там клубная система, там им платят, армия платит. То есть, чтобы, как говорится, хорошо бороться, нужно и хорошо им платить. А из этих ребят кого-то можете отметить? Конечно, конечно, здесь... И старших, кому-нибудь? Да, здесь и старших. Это, например, Матус. Серьез. Идрис. Болоков. Вот старший сейчас Матус его тренирует, помогает мне. Это, естественно, Валентин Литвинов, который вот он сидит, он там... Вот сейчас он ездил на Спартакеаду. На Спартакеаду и стал вторым по Спартакеаде. Это у нас редкость, что в тяжелом весе кто-то был, показывал. У нас в основном... У меня в основном все мауритражки, все маленькие. А тут 100 кг достойно выступил. Очень достойно выступил. Тем мальчишкам, которые, может быть, хотят заняться борьбой, да, вот вы что можете сказать посредством нашего канала? Которые хотят заниматься борьбой. Пускай приходят и занимаются. А их родителям что сказать? Чтобы поддерживали их. Не только в тех... То есть и в начинаниях, и поддерживали даже тогда, когда они проигрывают. Потому что многие ребята расстраиваются, уходят, поддержки не получают от родителей. Родители их начинают почему-то, наоборот, ругать, что вот, такой щекой. Это же все терпение. Терпение и труд, все перетру.